И мировые рекорды, и просто хорошее самочувствие начинаются с занятий физической культурой. 11 августа в Центре культуры и искусства отпраздновали День физкультурника, где чествовали лучших тренеров, руководителей спортклубов и спортсменов округа. В числе награжденных немалоработников Оскольского электрометаллургического комбината. Максим Баркалов с места события. В начале первого тысячелетия римский поэт-сатирик Демиций Юний Ювенал изрек «В здоровом теле – здоровый дух». А в 1939 году под этим лозунгом у нас в стране стали официально отмечать День физкультурника. Этот праздник пережил смену политических направлений, кризиса и прочее. Ведь заниматься спортом и своим здоровьем всегда было престижно и полезно. 11 августа на сцену Центра культуры и искусств поднимались за наградами опытные и юные спортсмены, их тренеры и руководители спортивных клубов. Имена и громкие победы многих из них сегодня хорошо знакомы не только жителям нашего города, но и далеко за его пределами. Среди награжденных в различных номинациях были и представители Оскольского электрометаллургического комбината. Работаю я в электростолеплавильном цехе, футеровочное отделение. Занимаюсь волейболом уже очень давно, наверное, где-то с 10, может быть, с 11 лет, то есть с самого детства, как мне понравился этот вид. Я пытался в разных видах участвовал, занимался в разных секциях, но вот волейбол понравился и начал заниматься, играю в сборной города. В основном все такие сильные спортсмены собраны на нашем предприятии. Цеховые соревнования – это как бы предварительная стадия, а дальше идут у нас городские, также мы участвуем в областных и ездим на российские профсоюзные соревнования. Спортивное движение нашего города и области уже немыслимо без участия работников предприятий «Металлоинвеста» и поддержки компании. ОМКовцы первые не только на производстве, но и в спорте. Яркое тому доказательство – первое место по итогам 27-й спортакиады среди коллективов предприятий и организаций Староскольского городского округа. Работники ОМК составляют костяк сборной города в различных видах спорта, а иногда металлурги полностью комплектуют их. Все знают, что у нас на комбинате одна из самых сильных спортакиад, я думаю, даже в России такой спортакиады мало где проводится. Более 20 видов спорта, развитая инфраструктура объектов. Постоянное внимание уделяется со стороны руководства «Металлоинвеста» всем объектам. Дворцы спорта – базы отдыха. Компания «Металлоинвест» развивает инфраструктуру социально значимых объектов, создавая комфортные условия своим работникам и жителям Староскольского городского округа для занятий физкультурой. Поддерживая как спорт высоких достижений, так и детские секции, клубы, спортшколы, горнометаллургическая компания доказывает, что аксиома древнего поэта-ювенала «В здоровом теле, здоровый дух» хорошо работает в регионах присутствия компании «Металлоинвест». Продолжение следует...